Девушки отдыхают Девушки отдыхают Откровения его близких родственников, товарищей по партии, свидетелей и участников расстрела. Сенсационные подробности частной жизни великого кондукатора в документальном расследовании совершенно секретно. Девушки отдыхают Усердно подбивал каблуки прохожим в Бухаресте, а свободное время, согласно официальной биографии, проводил на уличных демонстрациях и стачках. В 15 лет Николай впервые попал в полицейский участок. С тех пор арест исследовали один за другим. Чаушетко попал в тюрьму, но, как выяснилось, не за революционную деятельность, а за элементарную карманную кражу. Но там он познакомился с будущим лидером партийным Румынии Георгию Дежем. Георгию Дежу он понравился. В свое время, в свою очередь, Георгию Дежу в 45-м году очень понравился Сталину, своей сервильностью, а также за ним были некоторые такие грехи, которые можно было использовать как компромат. В тюрьме Николай Чаушетко исполнял при Георгию Деже роль Денчика. После крушения фашистской диктатуры его карьера резко пошла в гору. Уже в 1955 году он стал членом Политбюро. После внезапной смерти в 1965 году Георгию Деже в стране началась борьба за постгенсека. Николай Чаушетко оказался кандидатурой, которая устроила все внутрипартийные группировки. Они рассчитывали, что он станет послушной марионеткой в их руках. Так девятый сын бедного крестьянина Андруца из села Скорничеште стал руководителем Румынии. Тогда никто не рассчитывал, что его правление затянется на 24 года. Румынская политическая элита, она обладает такими очень свойствами закулисной борьбы. Она обладает в огромной степени вот этими свойствами подковерной борьбы, фракционной борьбы, умением вести эту борьбу. И Чаушетко пришел к власти именно в результате вот этой подковерной закулисной борьбы. Встав у руля, Чаушетко не стал поддерживать внешнеполитический курс старшего брата по соцлагерю. Он старательно налаживал связи с идейными врагами СССР. Установил дипломатические отношения с ФРГ. После шестидневной арабо-израильской войны не спешил разрывать отношения с Израилем. А 1968 год стал годом его триумфа. 21 августа войска Советского Союза и четырех союзных государств оккупировали Чехословакию. Чаушетко не только не отправил в Прагу румынский контингент, но и открыто выступил против нарушения чехословацкого суверенитета. Это снискало ему широкую популярность в стране и за рубежом. Запад ликовал. Он почувствовал, что Варшавский договор открыто дал трещину. Никаких прямых действий против Союза он не предпринимал. То относились к этому с нисхождением. Политика открытого противостояния Советскому Союзу вскоре принесла неожиданный даже для самого Чаушетко результат. Генеральному секретарю Румынской рабочей партии Запад предложил щедрую финансовую помощь. Ему удалось за счет дистанцирования и часто несогласия с линией Советского Союза в социалистическом стане заручиться поддержкой западных государств, которые начали давать ему кредиты. И эти кредиты, в общем-то, вкладывались в преобразование румынских городов, в индустриализацию. Начало 70-х годов. Румыния превращена в гигантскую стройплощадку. По всей стране возводятся новые заводы, фабрики, современные кварталы жилых домов. Страна из традиционно аграрной на глазах превращается в индустриальную. Объем промышленной продукции вырос в сто раз по сравнению с 1944 годом. Румыния имеет акции в угледобывающей и нефтехимической промышленности США. Предприятия получают самоуправление. Румынским товарам открыт доступ на рынке Запада. Чаушеску становится национальным героем. Румынская пресса тогда впервые назвала его кондукатором, рождем народа, карпатским гением и великим преобразователем эпохи обновления Румынии. Восхищение им было столь искренним, что и сам Николай почувствовал себя новым мессией и спасителем народа. А в 1974 году на церемонии провозглашения его президентом Румынии Чаушеску демонстративно взял в руки скипетр. В 70-е годы начался активно развиваться культ личности Чаушеску, концентрация власти в одних руках, создание вот этого кланового руководства, хотя вначале он заявлял о коллективном руководстве, вхождению в политику его жены Елены Чаушеску. Президент Румынии был властолюбивым, даже жестоким. Но у него была одна слабость. Он ни в чем не мог отказать своей жене. Любое желание Елены выполнялось мгновенно. Она отвечала за пропаганду, за кадры, за культуру и даже пыталась вмешаться в проблемы армии. Но не это страшно. Главное, что она была глупой, обидчивой и ужасно злой женщиной. Елена Петреску, будущая жена Николая Чаушеску и великая мать Румынии, родилась 7 января 1916 года в простой крестьянской семье. К 14 годам она успела закончить лишь 4 класса сельской школы. В аттестате у будущей главы Румынской академии наук в основном были неудовлетворительные оценки. Но этот факт тщательно скрывался официальными биографами. Вышла из самых социальных низов. Школу она практически не окончила во время немецкой оккупации. Действительно, вот есть такие свидетельства о том, что она, будучи молодой еще девчонкой, так сказать, занималась проституцией. Но это уже в годы Второй мировой войны. В то время, как сам Чаушеску сидел в это время в тюрьме. Молоденькой девушкой Елена уехала на заработки в столицу Румынии Бухарест. Внешность позволяла ей без труда находить работу. Она была швеей, потом ассистентом в небольшой фармацевтической лаборатории. А после войны устроилась секретаршей в одной из государственных учреждений. Именно там Елена и познакомилась с Николаем Чаушеску. Как они поженились? Не было никакой большой любви. Просто в то время они были мелкими партийными работниками. И старый коммунист, и первый руководитель Республики Румыния Георгию Дежу настоял на женитьбе Елены и Николая Чаушеску. Пока Николай, подталкиваемый амбициозной супругой, стремительно делал партийную карьеру, Елена сидела дома и занималась детьми. В семье их было трое. Но как только Чаушеску был избран на пост генерального секретаря, на политический Олимп взошла и Елена. Роль первой леди страны ей было очень по душе. В 1972 году она становится членом ЦК, в 1973 уже членом Политбюроком партии, а в 1980 первым заместителем премьер-министра. Имея за плечами четыре класса образования, супруга Гения Карпат была объявлена светилом мировой науки и встала во главе Румынской академии наук. Когда он выступал, через каждые два предложения он смотрел на нее. Если она одобряла, он продолжал. Если она была недовольна, он начинал заикаться и смотрел на нее, как бы спрашивая, что говорить дальше. Я извиняюсь, но многие люди до сих пор задаются вопросом. Как могла такая уродливая, глупая, неженственная женщина очаровать такого мужчину? Он был просто очарован ею. Николай советовался с Еленой практически по всем вопросам. Это касалось и управления государством, и того, какой костюм надеть на ту или иную встречу. Сама же Елена часто за советом обращалась к своей кухарке. Она верила только к кухарке Сузанне. Она вкусу этой Сузанны больше доверяла, чем дизайнерам. Больше, чем всем. Я, когда должен был создать что-то новое, диван или кресло, или обивку на мебель, я сначала ходил к этой домработнице. Спрашивал, если ей нравилось, надо было так и делать, потому что Елена считалась только с мнением этой кухарки. Как и во что одевался Николай Чаушеску, шепотом обсуждала вся Румыния. Сначала над ним смеялись. Паренек из деревни не мог красиво носить костюмы и правильно подбирать галстуки. Советы кухарки и необразованной жены тоже не способствовали появлению у кондукатора вкуса. Однако вскоре все изменилось. Во время официального визита в Югославию брус Тито пригласил Николая на яхту. Ослепительное солнце, лазурное море и стильный белоснежный китель Тито подчеркнули полную безвкусицу в костюме Чаушеску. В плотном теплом пиджаке со слишком длинными рукавами, в не по этикету коротких брюках и тяжелых ботинках Чаушеску чувствовал себя крайне неловко. После этого неприятного случая румынский руководитель стал уделять своей внешности гораздо больше внимания. Мне кажется, что он был человеком, может, и не самого высокого образования, но у него был нормальный крестьянский сообразительный ум. Ну, скажем так, примерно как темперамент другой, а такой же смекалистый и практичный ум, как у Никиты Сергеевича Хрущева. Безграничная власть, любовь народа и вера в собственную исключительность сделали свое дело. Чаушеску превратился в авторитарного лидера. Он вел себя как настоящий император и требовал соответствующего отношения к себе. Ему нравилось, когда окружающие вслух восхищались его умом и гениальностью, и терпеть не мог, когда кто-то осмеливался ему перечить. Неугодных лишали государственных постов, сажали в тюрьмы или, в лучшем случае, выдворяли за пределы страны. Не он создал культ личности, а его окружение. Те, кто был рядом, они боролись за власть, боролись за посты. Все, конечно, все стремились как можно больше понравиться Чаушеску и за это получить хорошие должности. Конечно, он был диктатором, но мертвого обвинять легко. Дело в том, что все, кто работал с ним, никто ему ничего не говорил. Никто не хотел терять должность. На Западе о чрезмерном самомнении Чаушеску знали и ловко этим пользовались. Перед подписанием очередного соглашения или договора румынскому руководителю преподносили подарки. Президент США Ричард Никсон подарил ему черный шестиместный представительский автомобиль Бьюик Электро, машину, сделанную под заказ в единственном экземпляре. Чаушеску по достоинству оценил широкий жест американского президента. Еще долгие 10 лет он будет поддерживать США вполне дружеские отношения. Николая часто преподносили в дар произведения искусства в веянообразцы оружия. Елене дарили меха и бриллианты. Я думаю, что любая женщина все-таки, если это настоящая женщина, она любит драгоценности в какой-то мере, любит хорошо одеваться, красиво одеваться. Хотя, если у вас было, или у кого была возможность посмотреть хотя бы ее фотографии или, ну там, фильмы, которые были, она очень элегантно одевалась, но довольно скромно. То есть ничего такого, я бы не сказала, очень модного не было. Все это были вещи более-менее дорогие, но это не было Армани. Уже после смерти Николая и Елены Чаушеску стало понятно, что Бьюик Никсона был вовсе не самым дорогим подарком в коллекции первого румынского президента. Чаушеску говорил, что мне лично ничего не надо, что все принадлежит народу. Все, что находилось в этих дворцах, в этих квартирах, где он жил, все было зарегистрировано как государственная собственность. Все подлежало инвентаризации. Даже его личные вещи и все подарки, которые он получал, и денег у них никогда почти не было. Кроме того, кондукатор был уверен, золотая эпоха Чаушеску обязательно должна быть запечатлена в камне. Увековечить ее были призваны Дворец Весны в Бухаресте, Гигантский Дом Народа и Грандиозный Проспект Победы Социализма, не уступающий протяженностью Елисейским полям Парижа. Их дворец, вот этот, на улице Весны, там перила золоченные, унитаз и все прочее золотой был. Кран у Чаушеску золотой, в умывальнике у Елены Серебряной был. Ну, то есть такие вещи, которые абсолютно, понимаете, нормальному человеку в голову не придут. Дом народа в Бухаресте поражал воображение. Самое дорогостоящее здание в Европе и второе по величине в мире, размерами он уступает только Пентагону. Шесть тысяч комнат. В кабинете под номером один работал Чаушеску. Номер два висел на двери у Елены. Он был скрягой, ужасным скрягой. Например, когда обустраивали дворцы, он не разрешал ничего покупать за доллары, предпочитал строить мастерские и нанимать людей на работу, чтобы они создавали предметы интерьера и мебель для этих дворцов. Доллары тратить запрещал. После смерти Чаушеску эти документальные кадры обошли многие телеканалы мира. Они стали основанием для одной из многочисленных легенд о румынском диктаторе, о его необоснованной жестокости по отношению к своим соратникам. На самом же деле он просто следовал древнему обычаю. Румынская охотничья традиция требует наказания палкой стрелка, который не убил зверя с первого выстрела. Чаушеску был заядлым охотником, но животных для него специально готовили к отстрелам. Накачивали транквилизаторами и гнали на то место, где их легче всего было убить. Стрелять диктатор любил из ружья английских аристократов марки «Холланд энд Холланд». Это тоже был подарок от королевы Великобритании Елизаветы. Вместе с могуществом к Николаю Чаушеску пришел и страх за свою жизнь. Это была его плата за абсолютную власть. Он боялся агентов КГБ, ЦРУ, предательства собственных спецслужб. Ему мерещилось, что весь мир оболчился против него. Это была уже настоящая болезнь. Супруга Елена, вместо того, чтобы помочь мужу, использовала его страх в своих целях. Она его все время убеждала, что его хотят отравить, что только она может защитить и ежедневно, и еженочно, так сказать, сохраняя его безопасность, только она его может защитить от всех угроз, которые ему, так сказать, угрожают. Но, надо сказать, что действительно, вот это ее была идея. Чаушеску имел 365 костюмов каждый год. И они хранились в специальных хранилищах, с тем, чтобы никто не мог раньше него, так сказать, вот каким-то образом прикоснуться. И каждый день он менял костюмы. Алла Яськова впервые встретилась с великим кондукатором в 1969 году. Чаушеску приехал в Москву на празднование 25-летия вооруженного восстания румын против немецко-фашистских захватчиков. Этим визитом он надеялся смягчить конфликт между Румынией и СССР. Ему был устроен грандиозный прием. На приеме подходят к нему, подходили наши, в основном, военные генералы, кто участвовал в освобождении, здоровались с ним за руку. Он тут же доставал вот эту вот салфеточку мокрую и утирал руки. Страх быть отравленным или подцепить смертоносный вирус преследовал Чаушеску постоянно. Боязнь постепенно переросла в фобию. В 1977 году глава социалистической Румынии в последний раз приехал в США. Американский президент Джимми Картер по-прежнему гостеприимно встретил Николая. Правда, кинокамера запечатлела для нас только официальные фрагменты этого визита. Что происходило за кулисами протокольной части, не снимал даже личный оператор диктатора. После дипломатических приемов и неофициальных переговоров, на которых кондукатору приходилось пожимать руки десяткам людей, шеф группы телохранителей лил ему на ладони чистый спирт. Спецслужбы США были обескуражены столь странными мерами предосторожности. Румынские охранники обрабатывали антисептиками номер гостиницы. Полы, ковры, мебель, дверные ручки – все, к чему мог прикоснуться диктатор. В его свете был даже личный инженер-химик, который при помощи портативной лаборатории проверял еду. В его кабинете находился специальный детектор для измерения уровня радиации. А за границей он ел только пищу, которую ему готовил личный повар. И, например, на банкетах после чоконья он не пил из бокала, а только делал вид. В 1978 году супруги Чаушиску посетили с визитом королеву Великобритании Елизавету. В спальнях Букингемского дворца на крахмальные простыни, одеяла и наволочки ему заменяли бельем, которое поступало из бухареста в специальных чемоданах. Настольные салфетки для него привозили из Румынии в герметично запечатанных пластиковых мешках, но прислуга все равно их заново проглаживала, чтобы убить микробов. Они очень боялись смерти, мечтали долго жить, боялись выхлопных газов автомобилей. В последнее время Чаушиску болел диабетом. Он слушал врачей, но после того, как уходил врач, вызывал домработницу и просил принести ему мясо. Он настолько был боязлив, что ночью закрывался в спальне, а рядом, в специальном кресле, спал лабрадор. Сильно боялся он и случайной смерти, поэтому не купался в море. И тогда на побережье Черного моря ему построили дом, где был бассейн с морской водой глубиной всего полтора метра. К середине 80-х годов внешний долг Румынии составлял уже 12 миллиардов долларов. Кредиты западных банков обросли процентами. И хотя срок погашения кредитов должен был прийтись на 90-е годы, Запад неоднократно предлагал Бухаресту выплатить долги политическими дивидендами. Великому преобразователю эпохи обновления Румынии намекали на необходимость выхода Румынии из Варшавского договора ИСЭФ. От него ждали открытой конфронтации с СССР. Но Чаушеску отверг подобные предложения и заявил, что его страна сможет погасить долги раньше положенного срока. Румынам он объяснил, что для достижения подлинной независимости нужно затянуть пояса. Почему он это сделал? Потому что у него были плохие советники. И второе, он все время находился под давлением наших друзей из Москвы. Я участвовал в переговорах между Брежневом и Чаушеску. Брежнев все время упрекал нас в том, что мы продали душу капиталистам, что мы взяли у них в долг деньги. Я был свидетелем, когда Чаушеску сказал, мы можем за один день заплатить все эти долги. По указанию Чаушеску телевидение теперь вещало только два часа в сутки. В зимнее время строго запрещалось использовать холодильники и другие бытовые приборы. Нельзя было употреблять газ для обогрева жилых помещений. Горячая вода практически не подавалась. Ночью в квартире разрешалось зажечь лишь одну лампочку мощностью не более 15 ватт. Малейшие нарушения, введенного диктатором жесточайшего режима экономии, карались штрафами. Жители Бухареста зимой были лишены, в общем, тепла. И так мерзли там в своих домах. Потому что все шло на то, чтобы выплатить долги. Жесткий режим ограничения потребления и так далее. Что неоправданно. Но можно было сделать это постепенно. В конце концов, с долгами действительно надо расплачиваться и не допускать этого груза платежей. Но не делать так, как это было сделано в стране. И в то же время огромные деньги тратились на создание нового центра политического внутри бухареста. Строительство дворца там и прочее. Все это продукт вот такого диктаторского режима. Страна села на голодный паек. За обувью, одеждой, за предметами первой необходимости в магазинах выстраивались длинные очереди. Сельскохозяйственная продукция почти вся уходила на экспорт в счет оплаты внешнего долга. На внутренний рынок Румынии зерно и бензин практически не поступали. В Бухаресте появились нищие крестьяне. Было уничтожено несколько десятков тысяч так называемых неперспективных деревень и сел и построены агрогорода. То есть крестьян хотели заставить жить в такого типа по-хрущевских, как у нас говорят, дома трехэтажных, где они, конечно, жить не могли. Население нищало, крестьяне бежали в город. Тогда уже вот те, кто ездил поездом в Румынию, видели массовые, выбегали массовыми крестьянские дети, массами к железнодорожному полотну и просили хлеба, хлеба, пыны, пыны, румынские. Проблемы в экономике заставили Чаушеску искать новые способы пополнения бюджета. Он разрешает выезд из Румынии немцам и евреям. Но чтобы выехать за пределы страны, им необходимо было заплатить несколько тысяч долларов. Страна, которая принимала иммигранта, тоже должна была вносить за него выкуп от двух до пятидесяти тысяч долларов. Своё имущество отъезжающие сдавали государству. Был и другой источник дохода. Румыния продавала американцам списанные образцы советского вооружения. Однажды они едва не приобрели с помощью родни Чаушеску наш новейший танк Т-72. Сделка сорвалась по чистой случайности. Румыния сама достаточно серьёзный производитель. Во всяком случае бронетранспортеры, стрелковое оружие, орудия она производила и производила, сами понимаете, по нашим лицензиям. И перепродавала в эти страны это, в общем-то, точно. Пока Румыния в середине 80-х годов из последних сил пыталась выплатить долги Западу, в Советском Союзе началась перестройка. Ветер перемен прокатился по странам соцлагеря. В Чехословакии свершилась бархатная революция. Рухнула Берлинская стена. В Болгарии и Венгрии к власти пришли новые руководители. В Польше Ярузельский объявил о начале социально-экономических реформ. И только Чаушеску не отступал от прежнего курса развития своей страны. Между Корбачёвым и Чаушеску возникли очень серьёзные не просто разногласия, но во время визита Горбачёва в 87-м году в Румынии, там между ними произошёл скандал. А вечером во время ужина Чаушеску ему сказал, что он бы посоветовал Горбачёву меньше заниматься международными делами и лезть в чужие дела, а заняться делами в Советском Союзе, которые куда как плохи. На что Горбачёв ему соответственно ответил. И только, так сказать, была при этом присутствовала супруга Горбачёва, Раиса, которая как-то немножко так смягчила ситуацию. Но, так сказать, осадок остался. Больше они никогда не встречались и отношения оставались очень напряжёнными. Румынский диктатор наотрез отказался шагать в ногу с теми процессами, которые охватили Восточную Европу. Нападки на перестройку в России за то, что она ведёт к краху социалистической системы и компартии, не остались незамечены Кремлём. Тёплые отношения с Албанией, Ираном, Ираком, Ливией, Никарагуа не нравились Западу. Теперь и иностранная пресса называет Чаушеску диктатором и сталинистом. В конце 80-х годов Чаушеску становится проблемой и для Горбачёва, и для стран НАТО. Что касается Румынии, то там был настолько жёсткий и решим, что надо было сдерживать как раз. И я думаю, что уж в период перестройки Горбачёв это пытался сделать, потому что режим Чаушеску был необычайно жёсткий и репрессивный. И это выгляделось в общем событие достаточно такие драматические при смене власти. Вот когда дело кончилось ведь в общем-то фактически гибелью Чаушескую. Сами румыны теперь называют свою родину Чаушенцемом и Чаусимой, по аналогии с печально знаменитыми фашистскими концлагерями. Скудная еда выдавалась по карточкам, а страна управлялась и контролировалась с помощью спецслужб. Секуритаты. Румынский аналог КГБ жестоко подавлял любое проявление свободомыслия. Большинство румын были уверены, что их телефонные разговоры прослушиваются, а кто-нибудь из соседей обязательно является тайным осведомителем. Это был второй период его правления, особенно последних лет последнего десятилетия, когда близкие и соратники избирались из той категории людей, которые умели подлизываться к нему. Поддерживали хозяина, как собачки. 12 апреля 1989 года Николай Чаушеску торжественно объявил о полной выплате внешнего долга Западу. Ни одна другая социалистическая страна не могла похвастаться таким достижением. Это был час триумфа Чаушеску. Он не подозревал, что уже через несколько месяцев наступит конец не только его власти, но и его жизни. Ну и вот такое совпадение. Как только Румыния выплатила долги, так власти была свергнута. Но противостояние общества власти было огромное. Потому что даже военные. Известно, что в 1984 году разрабатывался заговор среди военных с целью свержения Чаушеску. Военные. Общество, народ, который был лишен хлеба, тепла, электричества, жил в совершенно ужасающих условиях. И достаточно было искры, чтобы оно взорвалось. То есть это, безусловно, было противостояние власти общества. 16 декабря 1989 года в Тимишуаре начались народные волнения. Поводом послужил отказ протестантского священника Ласла Текеша выполнить решение уездного суда, который по настоянию церковных властей предписал ему переселиться на новое место жительства. В ответ на предпринятые властями попытки исполнить все-таки судебное решение, группа религиозно настроенной молодежи спровоцировало в городе беспорядки. Все началось в Тимишуаре, 16 декабря. Когда я прилетел в Тимишуару, там уже стреляли. Уже были жертвы и среди гражданского населения, и среди военнослужащих. Первым был расстрелян солдат. Он охранял сберегательную кассу. Эти дикари не кричали «Долой коммунизм, долой социализм!», кричали «Долой Чаушеску!». Весть о драматических событиях в Тимишуаре моментально расползлась по стране. Из уст в уста люди передавали сведения сперва о четырех, затем шести и даже о сорока тысячах убитых. Небо покрылось вертолетами. И это был какой-то эффект технический, потому что ни радары их не засекали, ни какие-то еще службы не могли их зачистить. Там очень было много применено новейших технологий. Это вот имитации стрельбы. Чаушеску разрешил стрелять по мятежникам без предупреждения. Но даже армия уже не желала спасать своего кондукатора. Меньше всех могла бы помочь ему армия, потому что армия его особенно не любила. Нас плохо кормили, у нас была маленькая зарплата и плохое вооружение. А самое большое негодование, которое испытывала к нему армия, связано с тем, что он использовал военных во всех нуждах. При постройке метро и при построении канала Дунай-Черное море. И урожай мы собирали, когда не хватало рабочей силы. За все это он не платил. Он считал армию Золушкой. Спустя три дня, 22 декабря, кондукатор предпринял попытку самостоятельно успокоить волнение. Во время выступления на площади взорвалась петарда, и толпа вдруг разразилась негодующими криками «Долой Чаушеску!». Окружение Чаушеску принимает за него решение – бежать. Он вылетел на вертолете. Из дворца не было никаких подземных ходов, хотя многие говорили, что он ушел по подземному ходу, что был приготовлен самолет для вылета в Ирак или Северную Корею. Это все выдумки. Он вообще не знал, куда он едет, куда его везут. Просто его посадили в этот вертолет». Чаушеску стал фигурой, мешающей всем. Он уже не интересен Западу. Советский Союз больше не старший брат, и даже собственный народ отверг его. Вырваться за пределы страны Николая и Елены Чаушеску было не суждено. Вертолет президентской Читы приземлился недалеко от румынского города Тырговеште. «С вертолетом что-то случилось, какие-то технические неполадки. Они вынуждены были вскоре приземлиться и захватили машину. Захватили просто на шоссе, выгнали водителя, изгнали и поехали дальше. Цель была такая – искать поддержки у областных, у местных, так сказать, партийных руководителей. Но вместо того, чтобы оказать поддержку, один из этих руководителей, собственно говоря, и задержал Чаушеску. Сначала им было сказано, что их задержали в порядке, так сказать, обеспечения их безопасности. Но зачем они были арестованы?» Семью президента Румынии доставили в местный военный гарнизон. Николай и Елена с трудом воспринимали происходящее. Читу Чаушеску под предлогом защиты спрятали в бронетранспортере и продержали в нем сутки. А потом решили убить. «Ни армия, ни службы безопасности, ни одна структура в конечном итоге не поддержали Чаушеску. Поэтому ни одна структура. И вот этих, хотя мифов вокруг этих событий очень много». В убийстве кондукатора в разное время обвиняли и сотрудников КГБ, и агентов ЦРУ. Только сейчас стало известно, что смерть Николая Чаушеску была никому из них не нужна. И СССР, и США вполне устроил бы бескровный вариант крушения его режима. Два года назад в западной прессе появилась сенсационная новость. Участие в свержении диктаторского режима признали бывшие сотрудники ЦРУ. Их задача была организовать беспорядки по всей стране. Но Чаушеску они не убивали. Судьями и исполнителями приговора были сами румыны. Виктор Станкулеску, армейский генерал из ближайшего окружения Николая и Елены Чаушеску, 25 декабря 1989 года спешно готовил военный трибунал. Они были очень рады, когда увидели этого Виктора Станкулеску. Чаушеску дал мне указание, чтобы я выполнял приказы только Виктора Станкулеску, потому что он уже назначил его министром обороны. И потом, когда вынесли приговор, у Чаушеску было такое нервное состояние. Он обратился к Елене и сказал, ты видишь, всегда предают самые близкие. С питанием были серьезные проблемы. Они первое время отказывались от пищи. Им не верилось, что их офицеры, находящиеся под их командованием, едят то же самое. Им принесли черный хлеб, он разнервничался и не поверил, что так кормят в армии. А когда им сказали, что иногда такой хлеб выдают по карточкам, он ответил, что это ложь и обман. Перед судом Елене и Николай Чаушеску предложили пройти медосмотр. Сначала супруги наотрез отказались, но затем они дали врачам себя осмотреть и покорно ждали дальнейшего решения своей участи. Они могли воспользоваться своим состоянием здоровья, но они не знали об этом. Во-первых, они не поняли, что они могли как-то спастись, поехать в Бухарест обратно, если бы сказали, что больны. Но они не поняли, что есть такая возможность и заявили, что полностью здоровы. Эти видеокадры снимались 25 декабря 1989 года. Судья зачитывает пункты обвинения. Геноцид собственного народа, уничтожение госсобственности, организация военных действий против народа, подрыв национальной экономики, попытка бегства за границу и вывоз за рубеж 1 миллиарда долларов. Чаушеску отрицает все обвинения. Трибунал приговаривает супружескую чату к смертной казни через расстрел. Даже когда уже был вынесен приговор, они ничего не могли понять, не верили. Она обратилась к нему с вопросом, «Нику, слушай, в Румынии стреляют в людей?» А он пожал ей руку и сказал, «Как видишь, в Румынии стреляют в людей, это будут стрелять в нас». Когда они осознали в конце концов, что все-таки их приговорили к смерти, они потребовали, чтобы их расстреляли вместе. Они сказали, что вместе боролись, жили вместе и хотят вместе умереть. Грустно, что им связали руки веревками. Они вели себя достойно и спокойно бы пошли на смерть. Про дороги на казнь Николай Чаушеску напевал «Интернационал». Его последними словами по преданию были «Да здравствует свободная социалистическая Румыния, долой предателей». Супруга перед казнью плакала. Несколько спецназовцев, которых привез с собой генерал Станкулеско, взяли Елену и Николай Чаушеску под мышки и подвели к стене. Раздались выстрелы. По сути дела была расправа. Стреляли в него не те, кто должен был, кому это было поручено. А открыли военные, которые там присутствовали, беспорядочную стрельбу и просто их изрешетили. После расстрела Чаушеску его многочисленную родню арестовали. Обвинения, которые предъявляли чаще всего использование государственного имущества в личных целях. При весьма странных обстоятельствах в Вене покончил жизнь самоубийством его старший брат Марин, отец Михаилы Марару. Документ оформлен, что это самоубийство. Потом румынские власти два года исследовали, нам тоже выдали документы, что он покончил самоубийством. Он оставил письмо. Это письмо у меня хранится. Это очень длинное письмо. Это очень страшное письмо. Это письмо человека, который проживает последние дни. Я все собиралась его где-то напечатать, но пока еще не решилась. Дольше всех отсидел в тюрьме младший сын Чаушеску Нику. Вскоре после освобождения он умер. Валентин и Зоя, старшие дети, провели в застенках восемь месяцев. Не найдя серьезных поводов для обвинения, их освободили в 1990 году. Осенью прошлого года Зоя, дочь Николая и Елена Чаушеску умерла. Как и ее брат, от рака. В живых из всей семьи остался только Валентин, приемный сын Чаушеску. Естественно, было ужасно. Во-первых, то, что арестовали всю семью. То, что арестовали всех братьев и сестер, это я еще поняла. То, что арестовали все мое поколение, то есть 30 человек с детьми, этого я уже не поняла. Меня не арестовали, только я единственная, я и моя сестра, потому что мы скрывались в доме нашего самого известного скрипача Иоанна Войку. Вскоре после казни диктатора выяснилось, что прозвучавшая в обвинительной речи цифра в 60 тысяч погибших в Темишааре была надуманной. В апреле 2007 года румынский суд еще раз тщательно исследовал обстоятельства тех событий. Виновным в бойне, которая произошла в Темишуаре, оказался никто иной, как генерал Виктор Станкулеску. Тот самый, который так спешно провел трибунал над Читой Чаушеску. Теперь он осужден на 15 лет тюремного заключения. Точное место захоронения Читы Чаушеску до сих пор неизвестно. Бывшие диктаторы и его жена были тайно похоронены на кладбище Генча, это на окраине Бухареста. Туда, к предполагаемым могилам, до сих пор приносят цветы и зажигают свечи. Народ пострадал от него больше всего. Румыния, как страна, приобрела индустриальный потенциал. А вот народ, увы. Последние опросы общественного мнения показали, сегодня не только пожилые люди, но и молодежь считают, что Николай Чаушеску сделал для румын больше, чем остальные политики вместе взятые. Люди тоскуют по золотой эре кондукатора. О нищете, в которой он их вверг, они стараются не вспоминать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин